Партнеры программы Мебельный дом Амида и ресторан Чаплин И когда к вам подлетает мячик, вы его должны самортизировать и приезжать к себе Представьте, что это большой мешок денег и вы не должны потерять Давайте попробуем Дождите, лапта без биты, не лапта Поскольку вы сегодня не полностью, не полном обландировании Смотрите, что у меня есть Ну, так я еще не пробовал играть лапту Ну давайте попробуем Выкидайте, я бью, да? Нет, давайте мало миссию Остановимся на лапе, да Так, давайте остановимся стоечкой, ручки подготовили Ну вот, как бы кармашек сделать, чтобы она не скачала, нет Вот так вот Готовы? Да Я кидаю Опа! Е-е-е-е Ваша очередь Да, давайте Оп, отлично, еще раз Ну еще есть какие-то секреты? Стойка, руки Секретов много, конечно Надо думать головой в первую очередь И тогда всему научитесь Ну и терпение, труд только сделают из вас хороших игроков Отлично, будем думать и мы сегодня головой И будем готовить вкусно сегодня на кулинарном шоу Координатор Бурятского регионального отделения ЛДП Мастер спорта по лапте Сергей Дорош на кулинарном шоу Вкусно! Готовим сегодня рыбу, хоть Сергей и мясоед, но готовить будем рыбу И рыба, кстати, тоже не местная, как и вы, сами приезжие Да, рыба приезжая, потому что омоль сейчас тяжело достать Мы его все охраняем, оберегаем нашу родную омоль Вот, и поэтому мы сегодня будем готовить морскую, океанскую, да, дорадо Будем готовить ее не просто, а в устречном соусе запекать с травами Вот, это очень, на самом деле, такой простой рецепт Но, если кто его никогда не готовил, можете удивить, там, свою вторую половинку Либо свою семью, такой довольно-таки интересный вкус получается Давайте начинать? Давайте, вы тогда почистите пока что чеснок Так, давайте А я начну мариновать саму дорадо То есть ничего сложного в мариновке нет, ничего не надо придумать То есть обычно соль, перец, начинаем, да Сергей, как вы оказались в нашем городе, в нашей замечательной республике? И для чего вы приехали сюда к нам? Из города Чехово, из прекрасного, красивейшего города Подмосковной, Московской области Да, Подмосковного города То есть я приехал по работе, приехал на год И вот уже пять лет здесь проживаю Потому что, ну, влюбился в Бурятию сразу Могу сказать, что я, ну, я до своего приезда по работе Я уже здесь бывал, бывал летом Мне очень понравился город, понравился Байкал То есть, ну, это вообще была моя мечта детства Побывать на Байкале И вот я приехал И в начале июня То есть мне говорят, недавно только лед сошел И несмотря на это, сразу нырнул в Байкал Потому что это была мечта Ничего себе, какой вы отчаянный Ну, спортсмен, спортсмен одним словом Занимались сколько? 15 лет занимались? Да, 15 лет играл профессионально Лаптой А как вас называют? Лаптист? Лаптари? Нет, конечно, лаптист по аналогике Да, как со всеми видами спорта И иногда я не понимаю, почему мы должны быть лаптарями А все остальные баскетболисты и футболисты Ну вот как-то хочется иногда так, знаете Вот он один из секретных ингредиентов Так, это устричный соус Скажите, тяжело его достать в Брятии? Сейчас нет, раньше было довольно тяжело Привозилось даже, приходилось привозить с Москвы Каких-то 5 лет назад, да? Да Времена меняются? Меняются к лучшему Соусы появляются Что же так, незатейливо Заливаем на рыбку и просто ее обтираем Итак, спортсмен, все хорошо Закончили вы физкультурный факультет, да? Нет, именно в ВУЗ в высшем, то есть Академия физической культуры Это гораздо посерьезнее, чем в какой-то факультет Да, ну пускай быть так, как вы решили, что вот пора завязывать со спортом Ну, как бы вот в таком объеме, да? И что нужно прокачивать мозг, политика, там бизнес? Не, ну мозг всегда надо прокачивать У нас тренер это говорил с малых лет нам То есть когда мы еще маленькими были Потому что, повторяюсь, играет в лапту головой, думаю, да? Не ногами, там, или руками Вот, заставляли, ну не заставляли нас, как бы прививали нас Любовь к шахматам, мы играли Стратегия там, да? Конечно, то есть развитие мышцы головной тоже очень важны Вот, ну, пришел к чему, ну, просто, скажем так Я правильно режу чеснок мелкой? Вообще отлично, вот так и надо было Вот, прям именно так и наложено Забыл сказать Я так по интуиции Вот, ну, сейчас мы, скажем так, замариновали слегка Должно пройти полчаса примерно, чтобы это весь устричный соус, соль, перец впитались А, еще я добавлю специй Да, поможем ей сегодня раскрыться Ну, а я хочу напомнить, что партнер закупа по продуктам Партнер нашей программы ресторан Чаплин, который находится в самом центре нашего города Остановка Центральный рынок Замечательно уютное место Здесь кухня, русская, кавказская Есть даже программа «Живая музыка по выходным» Вы, кстати, бывали здесь? К сожалению, еще нет, но вот сегодня готовим и обязательно приду сюда Да, но не сегодня спустимся, да? Обязательно со своей второй половиной Да, да, будет проходной Вам понравится Это что так думает Итак, наша рыбка вот замариновалась, просолилась, можно себе понюхать, прекрасный аромат, несмотря на то, что это рыба А вот чувствуется такое особенное, это вот устричный, да, соус? Да, прибавляется вот такой особый запах И картошечка вот у нас уже подоспела Да, я вот свяжу, что у меня картошка уже прямо так и говорит о том, что ее пора сливать И скорее добавлять туда маслице и зелень Так, сливаем Сергей, удается, часто ли удается готовить? Часто ли вы гость на кухне в качестве повара? Я очень люблю готовить, но получается редко Ну, в выходные, когда выпадают, скажем, это не в период выборов точно Да, да, да Я готовлю, я очень люблю готовить И это все, можно сказать, спасибо моей маме, потому что она меня прекрасно готовит И смотря на нее, я как бы вот начал пробовать тоже себя в кулинарии, что-то разное пробовать смотреть, в нее учиться Очень спасибо большое моей мамулечке за это Мам, привет Мамуль, привет большое тебе Как зовут, скажи, скажите Мама зовут Людмила, вот, она проживает в Московской области сейчас И, ну, видимся как бы редко, ну, когда езжет, да, обязательно заезжай в Костю Папе заодно привет Папе тоже большое привет Такого сына воспитали Итак, Сергей, вот все-таки часто, чаще вернее, бытует такое мнение, что все-таки Москва – это город больших возможностей А вот у вас как-то... У меня получилось, что Улан-де Город больших возможностей Да То есть я здесь, скажем, и в бизнесе вырос, и в политике вырос Поэтому молодежь, не уезжайте, пробуйте себя в разных областях Не надо чего бояться и думать, что в Москве там медом намазано нет Там также есть много возможностей, но и конкуренция также большая Поэтому надо пробовать развиваться в родном городе, развивать родной город Говорят, возможностей нет, ну, создайте их тогда А вот говоря о том, в каком состоянии вы приняли партию, да, в каком... Ох, больная тема Ну, скажем так, мягко говоря, не очень хорошим состоянием я принял партию Вот, была, скажем, череда смен координаторов Было, ну, не очень, скажем, хорошее состояние именно... Как по полит... ну, активности политической И актив сам уже подразбежался, уже не верил координаторам Ну... А кто виноват? Кто виноват, что партия вот оказалась вот такой? Потому что... ну, всегда можно говорить о том, что все плохо Виноваты люди всегда Или люди на местах виноваты То есть мы по-другому не могу сказать Кто? То есть предшественники ваши? Да, ну, будем называть эти свои имена, да, мои предшественники, скажем... Давайте прямо по именам Да, зачем? И так все знают этих, зачем мы лишние пиары Давайте лучше поговорим о нашей деятельности Ну, и отлично А я хочу напомнить, что сегодняшняя наша кухня создана руками мастеров мебели Дома Амида Там работают настоящие профессионалы, и они знают, как угодить вам, как создать кухню вашей мечты Итак, мы переходим к нашей рыбке, потому что... Жду я уже, жду вот ваши секретные... Сейчас, на самом деле, все тоже, опять же, все-таки просто Мы вот берем чесночок Так И прямо вовнутрь туда закидываем Такую хорошую горсть Побольше, побольше Да, побольше, чтобы там все промариновалось Берем кинзу Так Тоже не надо стесняться Можно просто порвать И тоже туда, скажем, положить Плотненько положить Прямо шпиговываем конкретно рыбку мы Но мы не переборщим вот с этими пряностями Я вас уверяю, нет Сейчас мы еще даже, еще добавим устричного соуса Я прям фанат устричного соуса Кстати, пока мы делали перерыв, Сергей мне рассказал, что когда вы будете выбирать устричный соус, то обратите внимание на то, чтобы он был такой погуще Да, густой Да, густой Чем гуще, тем вкуснее Вот получается, в общем, вот такая у нас рыбка Сейчас мы будем, да, укладывать на фольгу А, фольгу, давайте Так, противень я вам достаю Шночок подальше Просто так же Сергей, во время выборов, во время вот этой предвыборной все агитации вам приходилось работать очень много В первую очередь общаться очень много Да По, наверное, 7 часов, да, вот вы рассказывали Да, даже больше иногда То есть мы по 7 встреч, ну не минимум, бывало, что и 7 встреч проводили, и больше проводили То есть, а это, ну, по, даже иногда до 10 часов в день разговоров без остановки Сообщение с людьми, выступлений Причем выступление иногда, скажем, надо выступать перед большим количеством людей Это, ну, так называемая толпа, и приходится громко говорить Надо захватить внимание всех Для вас это испытание? Для меня это работа О как Ну, сложная работа или такая, знаете, выполнимая и приносимое удовольствие? Не, ну, если бы мне это не нравилось, конечно же, я бы этим не занимался Да, мне приносит удовольствие, но пока мне это тяжеловато дается Потому что я не такой опытный оратор Но я учусь, я развиваюсь И вот, ну, скажем так, чем больше я выступаю, тем больше я расту Ну, это как и в спорте, как в тренировках Чем больше ты тренируешься, тем лучше результат Друзья, ну, а мы продолжаем готовить и отправлять нашу рыбку в духовочку Да, мы вот заворачиваем, так делаем бортики обязательно Так, внимательно, да, смотрим Сок у нас не вылился Сок нам много обещаете? Я надеюсь, что будет много, обычно много Вот, мы закрываем Так, да, надо это Это, кстати, очень важно, да, что нужно закрыть, чтобы не испарилась весь этот сок Да, да, чтобы она, как бы, все в собственном соку готовилась В устричном соусе, который пропитывал бы все это Кинза, который дает прекрасный аромат Ну, и чесночок Ох, Сергей, гурман Лан, вы все-таки вот так вкусно, все аппетитно рассказываете Я вам помогаю Спасибо большое Духовочка, кстати, у нас нагрета на 10 градусов Да, с обеих сторон подогрев включен Градусов на 180-190 и примерно 30 минут Чтобы рыбка у нас хорошо, так сказать, пропеклась Отлично, ждем 30 минут Ну, а пока порежем салатик, ведь овощи в любом случае беспроигрышно будут на вашем состоянии Овощи это залог здоровья, на самом деле Да, а мы за здоровое питание, за здоровый образ жизни Потому что сегодня у нас в гостях мастер спорта России по лапте О как Да Начинаем мы с лука, я всегда начинаю резать, ну, салат с лука Интересно Да Чтобы проплакаться уже в начале Чтобы лук успел дать сок Потому что салат у нас был такой сочный, а не... Ну, и не надо, как бы, это делать заранее тоже, чтобы он у нас не... Вынесся, да Не раскисся Друзья, после рекламы вы узнаете, кто следит за имиджем Сергея Дорыша После рекламы не переключайтесь, оставайтесь с нами В мебельном доме Амида щедрая осень Выбирай кухню, шкаф-купе или столовую группу А посудомоечная машина, холодильник, духовой шкаф, кресло или интерьерный декор Вам в подарок Щедрая осень в мебельном доме Амида Расскажите мне, пожалуйста, почему все-таки ЛДПР? Столько партий, вот можно было бы вот податься Куда глаза глядят Ну, скажем так, в 16-летнем возрасте у меня было такое самоосознание Я смотрел телевизор и думал, что там что-то воюют, спорят Непонятно, да, что происходит по телевизору Партии какие-то все голосуют Мне было лет 16-15 Вот, я решил понять, за кого же мне надо голосовать будет в будущем Ну, и взял, начал читать программы нескольких партий И вот, ну, скажем, ЛДПР совпало со всеми моими внутренними убеждениями С моими видами внутренней политики, внешней политики, экономики России То есть, ну, вот на тот момент Ну, и все, как мне исполнилось, 18 лет Я сразу пошел на выборы И с тех пор всегда голосовал за партию ЛДПР Вот вы прям, вот, разделяете, да, вот, самого главного, позицию самого главного Владимира Вольфовича? Да, да, да Конечно, разделяю Вот прям во всем, и в манере поведения Да, да А тоже так умеете? Вот так активно, стикулировать Я другой человек Ну, невозможно повторить Владимира Вольфовича, потому что это Владимира Вольфовича, он уникален Но зато у Владимира Вольфовича нет такой бороды, как у вас Вы рискуете Кстати, говорят, в молодости была Да ладно? Надо ее прогуглить Ну, вы рискуете оказаться известным бородачом в нашем городе? Да не, я думаю, что сейчас здесь много, скажем, людей с бородой Засмущался Сергей Так, салат мы нарваем, да? Да, можно так чуть-чуть нарвать, добавить Вот Так, и что с вашим имиджем? Борода – это необходимость, вот, чтобы выглядеть старше Вы как-то комплексуете возрасте? Нет Ты очень молодой выглядишь Да нет, на самом деле, это так повелось меня просто лет с 19-18 я уже ношу бороду И, как бы, она мне нравится, то, что у меня на лице есть борода, и она мне идет, наверное Ну, тогда, наверное, хотелось девушек, как бы, побольше закадрить, как бы, такой сладкий мужчина с бородой А вам всего 19? Сначала самолет, а девушки потом Тогда у меня был спорт, в первую очередь, самое важное Так, что, салат будем заправлять маслом? Да, салат будем заправлять не простым маслом, а нерафинированным, и причем здесь семена подсолнечника, они перед тем, как выжимали, они были поджарены слегка, и они имеют, то есть, тут это масло прекрасный аромат и дает прекрасный вкус Ну, да, семечка То есть, я всегда использую это масло В самом деле, гурман, я не устаю это замечать, что, если масло, то нерафинированное, если рыба, то кустричный соус, вообще Кстати, вам вот продают спортное просто? Это очень хороший вопрос, да, когда я забиваю бороду, мне без паспорта не продают Но, поверьте, бороду я на все не для этого Да ладно, мы уже сделали свои воды Далее, рубрика лайфхак от шеф-повара Дорадо – это нежная, сочная рыба Она используется для запекания или обжаривания на гриле Уху из нее готовить я бы не вас советовал А сейчас я приготовил для вас соус для запеченной дорадо Для этого нам необходимо Соль, чеснок, зелень, перец, сметана и огуречный рассол Берем сметану Можно использовать 20% жирности 2-3 столовые ложечки Примерно на 2-3 порции Соль, перец по вкусу Также можно использовать петрушку, либо укроп Кому как нравится Чеснок мы натрем на мелкой терочке Чтоб он не хрустел у нас на зубах Заливаемся огуречным рассолом Если у вас нет огуречного рассола Можете добавить лимон Сок лимона И немножко цедры Все тщательно перемешиваем до однородной массы Вот наш соус готов Приятного аппетита! 30 минут прошло Да, и наша рыбка, скажем, подошла к полной готовности И сейчас мы ее будем доставать и сервировать Что вы с нами делаете? Этот запах, этот запах вообще непередаваемый Нужно бегом бежать к этой рыбе Доставать уже и пробовать Да, аромат действительно хорош Аккуратно Я закрываю и выключаю Ой Слышали, как шипит сок? Да, ее на себе знать Здесь главное сейчас можно разваливаться руками Но пар Все, рвание сюда Пар Аккуратно 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 с паром Потому что он может Есть сок, есть Да, есть как же сквозь Никакого масла Ох, ох, какая красивая Абсолютно в первозданном виде Не покоробившаяся никакая Очень красивая, очень аппетитная И с соком Сергей, считаете ли вы себя счастливчиком? Везет вам по жизни? Как это быть? Ну, думаю, что да Вы ведь и родились в круглую дату Ну, в круглую цифру, скажем так Частично Я самый лев Потому что родился я 08-го, 08-го Счастливчик? Ну, я считаю, что это, ну, не Это все равно итог работы Потому что Так все говорят Ну, невозможно от этого уйти, понимаете Спустя там года, да Там ошибки, падения, взлеты Все равно это все от работы зависит Вот Есть такое хорошее выражение Работу не обманешь Если ты будешь работать, то ты всегда добьешься какого-то успеха Если ты будешь, ну, плохо работать или не работать То у тебя и будут соответствующие успехи в кавычках Правильно Я вот тоже за качественную работу За качественный ужин За такой вот хороший, вкусный, красивый, как у нас Сергея Вы любитель поэкспериментировать, да? Вот соусы любите Это вот у вас кто-то к этому пристрастил или вот сам? Честно, нет для меня вот готовка такая душная Это творческий процесс Я вот люблю входные Зайти на кухню, посмотреть, что есть из продуктов И условно начать творить, пробовать, экспериментировать Вот При этом, чтобы никто не мешал Да Ну, это у меня на самом деле с детства Я первый раз начал готовить в 6 лет Попробовал блины готовить Вот Ну, я тогда критически к себе отнесся и, скажем так, их уничтожил Да ладно, и никто не попробовал? Не, ну, часть небольшая осталась, которую я, видимо, не заметил Там я стоял на другой тарелке И мама потом приехала домой, попробовала и сказала, что я очень даже вкусно их приготовил Не знаю, было ли это правда, я тогда был очень критичный Может быть, мама и решила поддержать, да? Да, и вот с тех пор Начинание сына Да, я как бы люблю готовить Мне это очень нравится Это очень круто, я считаю А картошечку укладываю? По серединке ее положим? Да, мне кажется, по серединке она будет очень гармонично смотреться А вы азартный человек? Ну, если брать спорт, то да, конечно, азартный То есть, вот, игра, она меня любая Я не только же в лапту играл То есть, у меня есть разряды и по волейболу, и по баскетболу, и по плаванию, и по легкой атлетике Вот, и, то есть, ну, спорт, он, конечно, азартный по своей сути Так Потому что ты начинаешь игру, и у тебя все захватывает, и ты начинаешь бороться Победить всех, да? Отлично Вот как у нас получилось Да Принимаете работу? Да, по-моему, шикарно А вы принимаете? Я думаю, надо попробовать Надо попробовать, а давайте вот так сделаем Давайте А, пар, как у вас у лаптистов? Да, в принципе, так и принято Так? Нет, так и дело Бедра оставим, да? И достаем вилочки, и будем, наконец-таки, пробовать Потому что, ну, многообещающие были отзывы Держите Сказать свое мнение, берите со спинки, там побольше мяса Сейчас, сейчас, сейчас мясо Обалденно выглядит Я вот прямо на вилку нанизываю, и она уже сок прям бежит Прекрасное белое мясо Белое, да Правда, такой Пикантненько С этим соусом Прям как в лучших ресторанах Прям как в Чаплине Ничего сложного, на самом деле Но получается довольно-таки изысканно И можно удивить Вы пока пробуйте и кушайте А я приступлю к подаркам Значит, вот такой вот сувенир Прелестный кристалл Красивый, прозрачный, чистый Как и ваши все помыслы И, наверное, задуманные мысли В плане работы Поэтому я желаю вам, чтобы все у вас свершилось А это вот на память вам о том, что вы были у нас И готовили на финальном шоу Вкусно? Очень прекрасный подарок Да, обязательно куда-нибудь на самое видное место Чтобы помнили о нас О том, что работать в команде И готовить в команде Всегда приятно И вкусно получается И вот такой вот приятный бонус Для вашего нового очага Где вы наверняка еще продолжаете Наводить уют И обустраивать С подачи сертификата От наших партнеров Мебельный дом Амида Пожалуйста Спасибо большое Да, на десерт Значит, за нами наблюдал Все это время Прекрасный человечек Талантливый художник Который больше 10 лет занимается Портретами, шаржами Поэтому для вас Сегодня от Марины Власовой Чудесный-чудесный шарж Марин, вам слово Проходите к нам ближе Не волнуйтесь Не волнуйтесь Такую чудесную работу сделали Вы еще пока не видите, друзья Но я могу сказать, что это просто бомба Сергей Дмитриевич Пользуясь случаем Хочу внести юмористическую нотку В этот образ, персонаж И подарить вам веселый, красивый И креативный от меня шарж Пожалуйста Спасибо большое Это очень забавный И я считаю, очень похоже Похоже, да? Очень похоже Глаза Удалось, конечно Спасибо большое Вот таким вы нам запомнились Вот такой вот открытый, чистый, веселый, легкий В общении человек Вкусно? Вкус пикантный Вот надо еще раз так сделать Вот здесь с лимончиком Майрин, вам зажажь? Друзья, нам не осталось напомнить, что вкусно не значит сложно Вкусно значит вот так вот весело, задорно и с любовью Для приготовления запеченной дорадо вам потребуется Свежая дорадо Устричный соус Чеснок Кинза Соль и перец по вкусу Итак, дорогие друзья, мы приготовили сегодняшнее блюдо Дорадо с устричным соусом Получилось довольно-таки вкусно Приготовление не тяжело Всем рекомендую Съемки прошли у нас в прекрасной атмосфере Спасибо ребятам Они делают очень хороший проект Красавцы Продолжайте обязательно Желаю вам удачи И больше интересных гостей В мебельном доме Амида Щедрая осень Выбирай кухню, шкаф-купе или столовую группу А посудомоечная машина, холодильник, духовой шкаф, кресло Или интерьерный декор Вам в подарок Щедрая осень в мебельном доме Амида Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова